Будем говорить про кофе. У нас такая серия, вы эту зиму услышали. Шаббат? Не шаббат, нет. Это аллогические вопросы, которые вызваны появлением новых фруктов и овощей на протяжении истории, скажем так. То, чего не было у Хазаль, поэтому пришлось обсуждать без них. Мы в прошлый раз говорили про лимон, появление лимона. Кофе тоже, оно, оно. Можно оно? Можно оно? Я не могу сказать, что это большинство. Можно говорить оно, да? Хорошо, можно говорить оно. Кофе, оно появилось относительно поздно. Само растение, родина кофе, это Африка, да, вы знаете. Есть разные сорта, есть эфиопский сорт, есть... Арабский сорт, который здесь происходит. Да, да. Но оно дальше распространилось очень поздно. Сначала арабы стали этим пользоваться. В Йемене, в Саудовской Аравии, да, и, между прочим, арабы, кофе у них не называется кофе, да, а кагуа. Кагуа по-арабски это вообще вино. Это вообще называется кауа аль-бон. Бон это зерно, кофейное зерно. Это вино-зерно, так это называется, да. У них даже, мы, правда, говорим о нашей Аллахе, а не о мусульманской, но я немножко посмотрел, да, у них в разные периоды был вопрос, можно ли пить вообще кофе или нет. Они это относится к алкоголю или не относятся. И были периоды, когда они запрещали, потом разрешали, потом еще бы запрещали. Потому что они смотрели на это как алкогольный напиток. Может быть, я его как-то по-другому готовил? Изображен. В России кофе, а сказать, что это алкогольный напиток, это смирно. Нет, у нас есть же всякие лекеры, какие-то врачи, потому что они не имели в виду. Да, и так и Пуским, которые, когда появилось кофе в Египте, сначала, да, так уже Пуским, которые жили в Египте, они уже стали обсуждать. Так они не говорят кафе или кагуа, так они пишут на иврите. А название кофе, конечно, это искажение слова кагуа арабского. Да, так первое упоминание про кофе в наших источниках, это в 17 веке, был такой Габи Авраам и Олеви. В Египте он написал известный шут Геннат Фрадим, там он очень-очень подробно обсуждает вопрос, можно ли заваривать кофе в шаббат. И там есть полемик, есть спор, одни разрешают, другие запрещают. Я перескажу примерно, с чем этот вопрос был связан. Во-первых, надо немножко упомянуть, или хоть шаббат, в шаббат нельзя варить, это понятно, да. Но есть правило, так сказать, эйн бишуль, ахар бишуль. То, что уже сварено, можно его варить. А как это, тут я открыл Гимову, это мишна, тут говорится так, это шаббат куф мемхе амутбет. То есть то, что погружалось в горячую воду, в кипяток еще до шаббата, можно его заново погружать в шаббат. А то, что нет, так нет. О, теперь... Есть вопрос, это по поводу сваренного. Есть вопрос по поводу вещей, которые не варились, а пеклись, или жарились. Да, можно ли их варить, да, тут возник спор, да, известный спор. Есть... Есть книга Ереем, которая говорит, что... Он говорит про хлеб, да, хлеб, его не варили, его пекли, да, но... Он говорит, что выпечка, это не как варка, и поэтому хлеб... Погрузить хлеб в горячий суп, допустим, это нельзя, да. Несмотря на то, что хлеб был приготовлен, но он был приготовлен не при помощи варки, а при помощи, это называется, афия, выпечки, поэтому это запрещено. Другие с ним не согласны. Откуда он это выводит? Он доказывает это вообще из другой области, из законов Песоха, да, что маца, она должна быть выпечена, если потом ее сварили, так она уже не годится для митсвы. Получается, что варка, она отменяет вот это состояние выпечки, да. Да, так он говорит, что можно варить после варки, но варить после выпечки нельзя. Ну, не все с этим согласны, да. Сегодня считается, что это спор между Ашкеназим и Сфарадим. Шурхан Арох, он считает, что это можно, а Рамо пишет, что это надо опасаться, да, что Ереем прав. О, теперь кофе, да, так говорит Геннад Врадим, что вот эти зерна кофейные, их сначала жарят, да, поджаривают для вкуса, да, то есть, когда жарятся кофейные зерна, там, эти масла эфирные, они дают вкус, да, и потом это перемалывается, да, и потом заваливается кофе, да, так и, так можно сказать, что это как раз, да, это связано с этим спором. По Иреем это будет нельзя, потому что первая обработка, она не была в воде, да, в горячем кипятке, да, это жарилось, да, поэтому будет нельзя заваривать кофе, да. Но если не пытаться с этим мнением, да, получается, что поскольку эти кофейные зерна уже жарились, да, их можно в шаббат, да, потом и заваривать, да, так получается, да. Но, говорит Геннад Фрадим, ну, это не совсем не так просто, да, что даже по мнению, что после выпечки или жарения можно варить, тут есть особая ситуация. Он говорит, что, очень интересно, да, что само кофейное зерно можно есть, да, в его время ели кофейные зерна, но потом же, потом, потом эти зерна перемалываются, превращают их в пудру, в... И, а это уже несъедобная вещь, он говорит. И там есть другой Пусе, который с ним, он все это приводит, который с ним спорит, и они, там, то есть такая полемика, и эту пудру кофейную можно есть, нельзя есть, ее едят, не едят, они там говорят в какой-то действительности, да, что люди, которые отправляются в путь, они берут с собой эту кофе, молотую кофе, и если они найдут кипяток, они заваривают, да, а если нет, так они это жуют, да, и потом запивают холодной водой, да, так как к этому относиться, да, это возможно есть, невозможно есть, да, один говорит, что нет, другой говорит, что да, так что мы видим, да, что очень интересная вещь, что, да, это, несмотря на то, что само вещество, оно было приготовлено, потом, если есть какая-то механическая обработка, которая, да, в какой-то причине лишает, не дает это есть, да, так это уже отменяет то, что сделано, так он это говорит, поэтому он запрещает варить кофе в шаббат, да, теперь, но он добавляет еще одну очень интересную вещь, очень важную, что есть еще одна причина запретить варить кофе, что тут вот это правило, что нет варки после варки, что можно варить после варки, или после любой обработки, в случае кофе, это не актуально, почему, потому что в кофе нас интересует не состояние самого, самого кофе, нас интересуют вопросы, это кофе, оно приготовлено или не приготовлено, наша цель это вывести вкус из кофе в воду, он говорит, что это похоже на красители, которые тоже варят, но там не, нас интересует эти красители, они сварились, были до этого сварены или нет, сейчас мы из них выводим краску, да, и это запрещено, так то же самое, когда мы варим кофе, мы выводим из кофе вкус, который попадает в воду, то, что кофе варили, или его жарили, это не важно, сейчас это новое, мы коснемся, да, это хорошо, замечательно, как раз это очень важно, это то, что он пишет, да, и он говорит, что поэтому это запрещено, интересно, что вот это, этот взгляд, он как бы был потом забыт, он очень многие, много пуским обсуждают вопросы, связанные с кофе, с другими веществами, да, они вот этот момент не упоминают, почти не все, есть, которые, да, можно на самом деле здесь еще такую вещь, это тоже он приводит, это довольно похожая вещь, да, даже когда мы говорим, что если была, уже сварили что-то, и потом мы еще раз варим, это разрешается, да, это же зависит, есть два, два вида такого состояния, есть, когда мы все полностью сварили, и потом мы еще раз варим, допустим, Гмара, о чем говорит, она приводит пример с, с курицей, да, есть такое известное понятие Тернегольтар де Раби Аба, да, это такая курица, которую варили очень долго, еще раз, да, она уже была сварена, и в шабаты погружали воду в кипяток, да, и так эта курица, она уже, она полностью сварена, потом ее еще раз варят, а бывает, что первый этап варки, это только, это только первый этап, да, есть какая-то обработка, да, но это полуфабрикат, да, если я потом еще раз, я еще раз варю, разве это будет разрешено в шаббат, поскольку, поскольку был сделан какой-то один шаг в приготовлении пищи, да, очень часто есть такие рецепты, да, вот, есть, да, что это за понятие такое, да, по отношению к кофе, да, как там разобраться, да, то, что пожарили эти зерна, это что, это называется сварена, это для человека, который заинтересован в чашке кофе, это не готовая вещь, это первый этап, это надо для того, чтобы у кофе появились вкусовые качества, да, но это только полуфабрикат, только первый этап пройденный, да, это не, да, то, что мы, то, что первый этап пройден до шаббата, разве это разрешает второй этап, да, так пишет, пишет, там есть Пусек Марии Фраджи, его тоже приводит Геннад Фрадим, то есть получается, что тут есть очень много соображений, которые не дают варить кофе в шаббат, потом, в более поздние пуски, им они на это все не обращают внимания, они рассуждают очень формально, скажем так, да, что у нас есть правило, да, что нет варки после варки, и сифарды считают, что нет варки после жарения и выпечки, поэтому, да, можно в шаббат готовить кофе, да, так это до сих пор, до сегодня, да, очень у многих, да, берут турецкое кофе, это, что называется, черное кофе, да, и это и не варят на огне, да, но кладут в кипяток, вот по этим правилам, да, но если посмотреть то, что говорит Геннад Фрадиим, да, это совершенно не так, теперь немножко можно поговорить насчет вот этого принципа, да, что варка, она не обязательно касается изменения самого вещества, да, да, есть другой вид варки, это выводить вкус из какого, при помощи кипятка, горячей воды, выводить вкус из каких-то веществ, да, так у меня просто есть, это мое личное такое доказательство, не знаю, вы согласитесь с этим или нет, да, тут есть такой, который, это форум, да, это – это, это, если ты сетуслов, да. Он пишет так, «эхад нотан от ауур, вёхад нотан от аицин, вёхад нотан от агдера, вёхад нотан от амием, вёхад нотан от абесар, вёхад нотан от атавлин, Много людей участвовали в приготовлении пищи. Начинается с того, что кто-то принес огонь, другой подложил дрова. Третий поставил кастрюлю, другой залил воду туда, потом кто-то туда кинул мясо, кто-то добавил специи, последний перемешал. Говорит, что все наказываются. Почему? Потому что они все занимались какими-то действиями, которые нужны для приготовления пищи, для варки. Тут есть много вопросов. Человек, который поставил кастрюлю на огонь, он разве потом воспользовались его действием и сварили, но он ни при чем. Он так марает, обсуждает, а тут есть очень много сложностей. Мы не будем, не коснемся. Просто тут есть такой вопрос, что мара приводит, после кастрюли приводит пример, что варится в этой кастрюле. Тут приводится и мясо, и специи. Достаточно было привести только мясо. Зачем добавлять? Ведь есть неограниченное количество всяких видов еды, которые можно варить. Можно картошку добавить, и морковь, и все что угодно. Комаража не составляет просто список продуктов. Она хочет привести пример разных действий, разных действий по категории, которые отличаются. Допустим, поставить кастрюлю и наполнить кастрюлю едой – это две категории. Кастрюля – это одна категория, еда – это другая категория. Но зачем приводить разные примеры с едой? У меня есть на это ответ как раз, что это на самом деле разные категории, и в каждой вещи есть едушь. Одно дело – положить мясо. Варить мясо – это изменить мясо, приготовить мясо, сделать его пригодным в пищу. А специи как раз, они кладутся для мяса, чтобы дать вкус в мясо. Поэтому гомара или усефт, она приводит вот этот пример со специями, что в специи, там смысл не в самих специях. Мы не заинтересованы, как мы сказали, в том, что происходит со самими специями. Мы заинтересованы в другом действии, что эти специи кладутся для того, чтобы дать вкус в это варево, в эту еду. И это тоже другой вид, но это тоже вид, тоже способ, который запрещен в шаббат. Это то, что мы здесь видим. Поэтому говорить о том, что кофе уже было прожарено, эти зерна были прожарены, поэтому можно потом этот порошок кофейный и потом варить в кипятке. Это очень непонятно. Почему? Потому что мы сейчас делаем новую вещь. Это не варка после варки. Если мы, допустим, берем мясо сваренное, еще раз варим и повторяем то же самое действие. Второе действие, оно имеет мало смысла. Мясо уже готово. А специи, которые были обработаны каким-то способом для того, чтобы потом была возможность их положить в кипяток и вывести из них вкус, это другая вещь, это новая вещь. А не в кипяток. Это важно кипяток по Вашему осуждению. Это мы дальше коснемся. Это очень хороший вопрос. Пока мы говорим о запрете варить. Варить это всегда связано с кипятком, с горячей водой. Если это варить, то это другая проблема. Да, да. Я как раз привел, я зачитал рамбом из работы варить. То есть тут есть варка. Это один из разновидностей варки. При помощи кипятка или температуры выводить вкус. Теперь Вы спрашиваете, что насчет выводить вкус и другим способом. Так это очень важный вопрос. Если затронули, так мы уже коснемся. Это спорный вопрос. Есть в той же самой гморе и в другом месте говорится была у них рыба, которая называется кулиас аиспамин, испанский кулиас, который ошпаривался и это уже называлось варкой, работой. Это называется гмар-мелаха. И поэтому человек таким образом нарушает запрет деорайта. Несмотря на то, что он ничего не ставит на огонь. И это источник известного понятия калей-бишуль. Несмотря на то, что у нас есть правило, что кули-решон первый сосуд он мивашель кишини, до мивашель. Приходит Иерейм и говорит, что это нельзя пользоваться этим правилом. Вот мы из этой рыбы видим, что есть такое понятие кали-бишуль. Что есть вещи, которые легко варятся. И несмотря на то, что это не клерешоны, ни шини, даже шлиши он говорит. О, теперь есть пуским, которые говорят, что вот этот кулиас, он ошпаривается просто, он очень соленый. И просто невозможно его есть. И надо просто вывести оттуда соль. И тут гмар-бишуль это не связано с варкой. Это связано с другой работой, которая называется макебе-патиш. То есть макебе-патиш это вообще обычно это связано вообще не с едой. Это вещь, которую изготавливают, когда завершается ее изготовление. Это называется макебе-патиш. Есть пуским, которые говорят, что в еде есть тоже макебе-патиш. Как раз то, что говорится про кулиас, гмар-милаха это не варка, а это макебе-патиш. То есть мы вещь, которая не готова к употреблению, мы ее готовим. И соответственно не идет речь обязательно о кипятке. Можно в холодной воде тоже нарушить. Это говорят ряд пуским. Примегодим и еще Хаядан так говорит. нарушение бешули. Это не бешули. Это тоже запрещено. Мишнабуа приводит эти мнения. Он с этим не согласен. Он приводит доказательства, что в еде нет макебе-патиш. Но ряд важных пуским считают, что есть макебе-патиш также в еде. Соответственно я видел есть современные пуски. Он уже не живет. Мейер Брансдовер был такой пусек в Иерусалиме. Он говорит, что приготовление кофе это тоже надо считаться с этим мнением. И даже если по правилам варки это разрешается, но это запрещено. Из-за макебе-патиш, что вещь, которая непригодна в пищу, это кофе, порошок кофейный, его невозможно. По крайней мере сегодня никто не жует это. Все привыкли готовить кофе. Это касается, допустим я видел, сегодня же есть очень много всяких порошков. Есть порошок, супной порошок как называется? Суповой. Да, так и даже в холодной воде его приготовить есть. Есть пуским, которые запрещают. Просто разбавить в холодной воде. Это не варка, но это макебе-патиш. Мы берем вещь непригодную и делаем. Что по поводу сахара? Вы спрашиваете. Я нашел, что это не так просто. Сегодня мы все кладем сахар в шаббат, в стаканы, без вопросов. Но когда появился сахар, так и был спор. По ним и род, он говорит, да, по правилу «Эн бишуль ахар бишуль», поскольку сахар уже сварили, поэтому нет проблем класть его в кипяток. Да, но есть шут «Зер-Эмет», он приводит его мнение, говорит, что я с этим не согласен. Во-первых, то, что он говорит, да, во-первых, сахар, он считает, что это вообще не бишуль, а это афия. Я не знаю, как это. Мы ашкенозимы, да, у нас есть бишуль, ахар афия. Во-вторых, он говорит, что сахар это полуфабрикат, его сварили, но это первый этап. То, что потом мы делаем, это уже второй этап. Это не два действия, которые накладываются друг на друга, как мы сказали. Это не все равно, что варить вареное сваренное мясо, еще раз его варить. То, что сделали с сахаром, это приготовили его. Потом ты дальше продолжаешь его готовить. То есть ты берешь сахар и кладешь его в горячий стакан. Сахар уже можно и в плитку есть, вот и сейчас кофе. Да. Он говорит, что сахар, да, есть, да, есть которые, я видел, Рубон Шефанч, он говорит, да, что сахар, это, его не едят, поскольку оно, это слишком сладко, но, но это не называется, что его невозможно есть. Ну, такой спор, да. Тоже на детей посмотрите. Сваренное должно быть формально, я должен понимать, что формально сварено, или если ту же курицу, я хочу новое блюдо из вареной курицы делать, тогда получается снова варка. Ну, да, возможно, да, есть, да. Если формально оно вареное, но если есть новое блюдо, то это новая варка, да? Ну, да, это все, все, все относительно, да, это как люди на это смотрят, это что-то новое. Всегда есть какое-то обновление, но вопрос, насколько это значимо, да. Это надо, да, посмотреть, ну, то, что происходит. В случае кофе, да, мне кажется, что все, есть, есть тоже, у Повским есть совершенно разные, допустим, есть такой подход, да, что, как, действительно, почему можно, допустим, добавить сахар в воду, да, так, они говорят, что, да, мы не делаем сахар пригодным в употреблении в пищу, а мы берем воду и придаем ей это сладкий вкус, а вода и без этого тоже была пригодна в пищу, можно пить воду и так, а мы еще добавляем туда, да, сладкий вкус, да, и они говорят то же самое про кофе, да, что есть вода, его можно пить и так, да, да, мы придаем воде такой подход, это многие, гурманы с этим, конечно, не согласятся, как можно так, как про кофе говорить, наоборот, есть кофе, надо его употребить, да, только при помощи этого ошпаривания, да, мы его, да, в других местах, вода и кофе, чай, насыщая, как это, что раньше, курица или яйцо, да, по поводу соли, да, тоже надо упомянуть, да, гмара уже говорит про соль, да, гмара говорит про соль, и она относится к соли очень непонятным образом, да, значит, во-первых, вот эта тема, которую ее поднял насчет вкуса, да, многие пуски, они относятся к соли, как будто это мясо, как будто это вещь, которую надо, можно сварить, да, но можно изменить его состояние, да, сегодня мы понимаем, что это очень странно, да, что такое соль, да, соль это минерал такой, да, который растворяется в воде и все, да, и в воде или в еде есть соленый вкус, да, но с самой соли же ничего не происходит, да, она только растворяется, да, нет там никаких изменений особо, да, и гмара, она, есть там, да, вы помните, да, есть разные мнения, да, есть мнения, что соль надо варить, как кибисра де тура, как мясо быка, очень долго варить на огне, а все остальное это не называется вакой, другое мнение совершенно противоположное, да, что даже в клише ми, да, это уже, как это вообще можно понять, так и я это себе объясняю очень просто, да, что с точки зрения эффективности, то есть к соли относились как к тоже веществу, которое придает вкус еде и все, то есть функциональное отношение, только одни говорят, что чтобы еда была, чтобы это вкус соли, да, он впитался в еду, надо варить долго эту еду, да, и все остальное это просто, это такое второстепенное, это некачественное, скажем так, да, пользование соли, да, просто, да, посыпать соль, это не, да, а другие говорят, нет, что соль наоборот, да, достаточно даже в клише ми, да, добавить соль, это все, этого доставят уже к маме, да, это больше не надо, да, такой бытовой скол, можно так это объяснить, да, и снова, да, допустим, мы тоже, это не наша тема, да, но про соль, да, рассуждают, что есть соль, которая не проходила термообработку, да, каменная соль, да, есть соль, которую добывают из соленой воды, из соленых источников, да, так там ее разогревают, да, если сказать, что суть варки в соли, это не варить саму соль, да, не изменить ее при помощи варки, а добавить соленый вкус чему-то, да, так то, что там когда-то ее варили, это же не остается, это не имеет никакого отпечатка, но если мы говорим, что добавить соль в еду, это такой вид варки, да, так это все, а то, что когда-то ее варили, да, это же не запоминается, это не оставляет своего следа в соли, да, теперь, мы надели мы по-собственно калибишу, да, насколько знаем, что соль не кипит, да, если по поводу соли есть разные мнения, да, лучше, да, лучше, да, не солидно, о, теперь в Америке, да, в начале 20 века изобрели другой вид кофе, вы слышали об этом, да, это растворим, или сегодня растворимое кофе, да, да, это придумали американцы, конечно, да, это, как бы, это сразу ашкеназы, они это, да, воспользовались этим случаем, да, что, наконец-таки можно это, можно в шаббат пить кофе, да, почему, потому что, да, тут есть не только жарение этих зерен, да, а тут дальше, да, размалывается кофе, да, и потом варится, делается такой экстракт, такой кофейный, да, причем это очень высокая температура, да, это сотни градусов даже, а потом это высушивается, да, это продается, как растворимый кофе, да, или Нес-кафе это называется, да, и принято сегодня, да, что даже ашкеназы, они заваривают такое кофе в шаббат, да, почему, потому что тут есть вот это правило, ваен бишур, ахар бишур, да, вот такие, вы уже чувствуете, да, что, как я на это смотрю, да, но даже без вот этого замечания, да, на самом деле есть очень много вопросов по этому поводу, и кто-то недавно, мне кажется, да, придумал такую идею, да, что на самом деле это не так просто, что на самом деле если посмотреть, там происходит несколько вещей, это кофе, как мы сказали, жарится, зерна, да, потом варят это кофе, а потом высушивают, да, он говорит, что, что, как его высушивают, тоже при помощи разогрева, да, так это афия, а сейчас мы хотим варить снова, да, и вот эта процедура, да, Мишнабура, ты вводишь, что это вопрос, да, можно ли это делать или нет, почему, потому что, несмотря на то, что уже варили, но потом жарили или пекли, да, и эта выпечка, она отменяет варку, да, и поэтому сейчас ты варишь уже не вареное, а выпеченое, да, а тут уже снова, по мнению, да, Иреям это будет запрещено, это все равно, что взять куски хлеба и положить в горячий суп, ну, поэтому Рав Ильёшев так приводит, да, он запрещает класть остворимый кофе в клишине, и он советует класть это в клиш-лишине, по этой причине. Здесь, получается, Вы уже это кофе добавляем для воды, для того, чтобы придать ей вкус, а не для того, чтобы кофе заварить, потому что здесь уже нечего заваривать, это в такую пыль стирается, что, в принципе, мы даже не увидим, если это просто решили. Да. Звучит его только для вкуса. Да, но многие пуским, они вообще не считаются вообще с этим соображением, да, у них вообще такого, в области варки, у них такого вообще вида нет, да, придать вкус, да, поэтому по ним нет проблем, да, но они как раз говорят о другой проблеме, да, что тут есть, это не бишуль-ахар-бишуль, это бишуль-ахар-бишуль-ва-афия. Теперь Рабшло Мазарма Нойербах приводит тоже его, он говорит, что нет, он не видит никакой проблемы, он говорит, что то, что это высушивается, это такая формальная афия, но если разобраться, почему нельзя варить сливарки и выпечки, потому что выпечка, она изменила эти свойства, вкусовые свойства, сначала сварили, пельмени, допустим, сварили, потом их пожарили, да, так, меняются, те, это тесто, да, оно становится, да, приобретает другие вкусовые свойства, потом мы ещё раз сварим, так мы отменяем эти свойства, а когда высушивается эта кофейная пыль, там какие свойства, он говорит, что нельзя назвать это афия, это просто высушивает и всё. Поэтому он да разрешил. Есть другое, во многих, если вы откроете, допустим, известную книгу Ход Шаббат, они там и приводят такое предостережение, да, что в наше современное время есть, усовершенствовались процессы приготовления вот этого растворимого кофе, да, и есть растворимый кофе, который вообще не проходит варку, поэтому надо знать, вы покупаете кофе, вы не знаете, мне кажется, что это чистая ошибка. Это то, что Ашер говорит. Сегодня есть два способа превращения кофе в порошок. Есть способ при помощи горячей печи, то есть вот этот раствор кофейный, он разбрызгивается внутри какой-то горячей печи, в горячем воздухе, и это превращается в порошок. Это обычный способ. А есть сублимированный кофе, что это такое? Та же жижа кофейная, она замораживается, да, минус 30 градусов, да, это глубокое замораживание, и потом кладется в вакуум, да, это называется сублимация, да, то есть лед, он испаряется, и остается порошок. Так вот эта информация, она исходит из этого, да, что они думают, что это кофе вообще не проходит никакой варки, но это ошибка. Почему? Потому что до сублимации, до замораживания это кофе варится, невозможно иначе, да. Жарят зерна, размалывают в порошок, а потом что? Варят. Обязательно варят, иначе это нерастворимый кофе. Когда он еще лучше получается, у него нету фея. О, и такой, да, такой, да. И как раз на этикетах указывается часто. Сублимированный. Да, и те, кто опасаются, допустим, мое мнение Равль Ёшева, так они специально покупают вот это кофе, сублимированный кофе, да, и тогда нет вот этой проблемы. Сублимированный кофе, с этими кусочками, как генетинский кофе. А, не порошок, а делать все. А, гран, гран. А это другое, это наоборот, это при помощи пара. Значит, когда просто кофе высушивается, оно становится порошком. А если вы туда подаете на каком-то этапе пар, так эти частицы, они сворачиваются. Не знаю, это не помогает. Варка на пару. Варка на пару. Сублимация – это когда твердое состояние переходит в газ. Что делают с рыбой? Ну, и чтобы она долго хранилась, ее тоже быстро замораживают и в вакуум. И она там хранится долго. А, просто для... Это вакуумный попуг. Это вакуум, да. Это не вакуум, который... Сублимация. Да, но это другое. Да, в общем, мы плюс-минус это все пересказали по поводу кофе в шаббат. Так... Вы же не только на это посадите? Да, да. И не только я. Я вам показал, что на самом деле это уже древняя идея, это не мое изобретение. вакуум еще нельзя включаться. Да, да. Это большой вопрос. А, по этой же логике сахар... Да, и по этой же логике тоже. Мы видели, да, что люди, да, сахар тоже, да. Но это связано только с вакой. Молокая связана только с вакой. То есть если мы в холодную воду, как вы считаете, в холодную воду? Да, да, да. Абсолютно. Абсолютно. Нет проблем. Да. Некоторые говорят, что то, что мы делаем с кипятком, то же самое. Мы просто берем уже готовый продукт, просто разбавляем. Просто мы хотим, чтобы кофе было горячее. Горячую водичку хотим. Да. Но ничего не происходит, да. Мы ничего не приготавливаем, да. Но... Единственное, когда горячая вода, там идет пар, запах. Нет, может быть, но степени, конечно. В холодную воду тоже будет туда подходить. Как будет, он будет? Завари, поехали. Нет, потому что я сейчас посмотрю, испаряется. Супаряется. Больше. Чаи тоже в холодную доваривается. Не, да можно сказать, что тут реально чая. Да. Ты бы сказал, что она клюешь, да. А как он-то, клюньте, вообще к лименевод. Есть кто? Кто разрешает или запрещает? Кто разрешает или запрещает? Это разрешают практически все, так. Есть, да, есть. Есть те, которые говорят, что есть проблема вообще с Макебе Патиш. Раф Брансдафер, он тоже современный Пусет, он говорит, что это Макебе Патиш, поэтому он запрещает кофе. Или хотя бы есть тоже, запреты есть разные, да, невозможно, тяжело все запретить, но надо стараться сделать это в клише-шлиши, уменьшить. Рафляш не запрещает, но в клише-шлиши, да. Нет, он выводит из варки, значит, в принципе, запрещает. Клише-ши, это не такая уж обстывшая вода, да, там я целых, там она градусы, мы с ним, с ним, с ним, с ним, с ним. У меня есть такое ощущение интуитивное, да, что все-таки есть разница между сахаром и кофем. Объективно, на самом деле, никакой разницы нет, но люди относятся к этим вещам по-разному. Как мы сказали, да, что сахар, он добавляется. Мне, у нас нет цели, это, пить сахар или есть сахар. Мы не ищем способа, как есть сахар. А мы хотим подсластить что-то другое. Это добавка такая. А кофе, на то, что можно сказать так и так, но люди к этому относятся, что есть кофе, это что-то важный напиток, да, мы создаем важный напиток и если так смотреть, так это тоже, с этой точки зрения, это тоже может быть варка, да. И поэтому, да, трудно такие вещи разрешать в шаббат. Многие люди считают, что растворяем кофе это вообще не кофе. Те, кто говорят, а это вообще не кофе, те же гурманы, говорят, что не кофе. Будем относиться, что это не кофе, но пить, спокойно в шаббат. Создается немножко другая тема, но смежная. Я говорил, что многие там такие зеленые вылечи, чаще есть там кофе, или чай заварили, спокойно в шаббатах. Это как в пакетиках? Да, это мнение Рабонша Файнштена, это известный мнение. В Америке оно распространено. Да, что петок буквально кладут в пакетик. А что, вареное что-то? Да, он говорит, что есть, очень просто он говорит. Во-первых, он реагирует на мнение Аруха Шулхан, который говорит, что мы видим, что чай заваривается в любом стакане, если есть кипяток, неважно, перелили, много раз заваривается. Интересно, для Аруха Шулхана это аргумент, то есть вот это наблюдение человека, это аргумент, не формалистика. То есть с кофем тоже? Да, и он говорит, что он запрещает кофе тоже. Теперь, Аруха Шулхан говорит, что то, что мы видим, это ничего не значит. У нас есть правило. Мы не понимаем вообще, что такое варка. У нас есть правило, что первый стакан он варит, второй стакан не варит, поэтому здесь нельзя, тут можно. И вообще, он в другом месте говорит, что вообще чай заваривается для того, чтобы окрасить воду, так он говорил. Кипяток, кипяток и чай может привести к эксперименту. Есть же другое, где-то в других местах, говорят, что чай насыщает водами, а чай, а чай отдает отдельное, отдельный момент, я не помню, где это принесли, в большом сайтичном сакаре. Да нет, это вещь, которая насыщает, перед молитвой, да. Если он насыщает, это самостоятельно, это не вода. Ну, в общем, я извиняюсь, что я вам испортил онекшавость, да, некоторым, да? Я опасаюсь уже, думаю, о вашем мире, я знаю. А вы не пишете? Шаббатный, да? Даже растворимый. А все же, лишь лишили. А все же, не трогающие. Ну, действительно, это не все документы. Троганные, логичные, но все точно не логичные. Кое? Кое? Да, и следующему цей шаббат тоже намечаются уроки. И тема тоже будет про кофе, но про особое кофе. Вы, наверное, слышали. Это называется копи-любак. Это никак не связано с шаббатом, это просто связано с кошерностью этого кофе. Это самый дорогой кофе в мире. А что это будет? Это мы на следующем уроке будем. Это обезьяны. Да, ну это были причины. Не занимайся, в общем.